Тренировки как в Академии Европейских Грандов. Новосибирские резиденты технопарка разработали единственный в России футбольный тренажер. Сейчас на нем работают юные спортсмены, но у компании-производителя есть договоренность на поставку уникальной площадки в один из клубов российской премьер-лиги. О том, как воспитать футболиста с помощью инноваций, расскажем в нашей постоянной рубрике «Точки роста». Шесть ребят из новосибирского футбольного клуба «Спартак». Все полевые игроки. Мальчишкам по 9 лет, но футбол для них не просто игра. Каждый хочет добиться успеха и забивать голы на стадионах, где скандировать его имя будут десятки тысяч болельщиков. Но этого можно достичь только упорными тренировками. Ребята занимаются на уникальном футбольном тренажере. Сегодня задача – отбить мяч в касание в одну из мишеней, которые загораются в произвольном порядке. Работают пока только на одну сторону. Прием и обработка – это азы, которые помогают отработать умелый дриблинг, точные пасы и хлесткие удары. На площадке 10 на 10 64 мишени, которые загораются поочередно. На каждой стороне пушка, выдающие мячи. Результаты каждого футболиста учитывает компьютер. Поняли уже, да, может быть, ошибки, на которые нужно работать на тренировках? Ну, над точностью паса, во-первых, чтобы он ложился, как четко, чтобы ложился по газону, чтобы не подлетал вверх. В компьютере остается подробная статистика футболиста. Скорость подачи мяча под крутку, уровень мишени задают индивидуально. Четыре пушки могут подавать мячи с интервалом меньше секунды. Во-первых, повышается интенсивность тренировок. То есть спортсмен за очень короткое время получает огромное количество выстрелов из пушек. То есть первое интенсивность, а второе – это развитие сложных реакций. То есть спортсмен тренируется в приближенных условиях к игре, когда он не знает, что произойдет в следующий момент. То есть откуда будет передача и куда ему надо будет сделать пас. Спортивный директор и идейный вдохновитель проекта Вячеслав Комков сам раньше играл на профессиональном уровне. Воспитанник футбольной Сибири. Он тренировался в молодежной сборной страны вместе с Акинфеевым и компанией, но подкосила травма. Тренеры старой школы, по его словам, пока не признают таких инноваций. Говорят, что работали без них раньше и сейчас справятся. Вот только современный российский уровень подготовки футболистов далек от европейского. Здесь никто спорить не будет. То есть мы мониторим мальчика, если у него уровень позволяет добавлять сложную тренировку, то 4 пушки и 64 мишени позволяют нам здесь моделировать соревновательную деятельность относительно амплуа футболистов и позволяет работать над восприятием игровой ситуации, ориентированием в пространстве. Ребята уже занимаются примерно месяц здесь и есть ребята, у которых есть положительные результаты. Такие технологии применяют в ведущих клубах Европы. Барселона, Манчестер Юнайтед, Бавария, Ювентус. В России такого тренажера пока нет ни у кого. Но один клуб премьер-лиги все же заинтересовался тренажером новосибирских разработчиков. Краснодар подписал контракт с компанией на монтаж оборудования. Этот клуб славится своей детской академией и подготовкой спортсменов, которых растят для сборной страны. Сейчас Краснодар играет во втором по значимости футбольном турнире Старого Света Лиги Европы. Я тоже решил не упустить возможность поработать на, пожалуй, единственном в своем роде футбольном тренажере в России. Посмотрим, будет ли мой результат лучше, чем у 9-летних футболистов. Поехали! Ну что, Юрий, какие у меня результаты? Сильно все плачевно? Нет, результаты не сильно плачевные. 50% всего лишь. Ну, я думаю, для новичка нормальный результат. Если телекомпания УТС соберет свою команду для футбольного турнира, я знаю, над чем мне нужно работать. Над проектом компания начала работать два года назад, когда стали резидентами технопарка. За рубежом главный конкурент новосибирцев – немецкая фирма. Именно она собирает тренажеры для европейских грандов. Есть компании и в Турции, и в США. Но наша разработка дешевле и практичнее в применении. Кроме того, новосибирцы хотят усовершенствовать технологию, добавить видеофиксацию, чтобы разбор игры футболиста был качественным. Получилось бы создать без технопарка. Наверное, бы получилось, но заняло бы, конечно, больше времени. Просто мы сидим на третьем этаже в центре технологического обеспечения. Мы вечером отнесли деталь, чертежи детали на один этаж вниз. А утром уже можем забирать детали готовые. Будем надеяться, что инновации в подготовке юных спортсменов придут в отечественный футбол. К Мундиалю в России воспитать мировых звезд не успеем, а вот к 2022 году, кто знает. Борис Киргенеков, Александр Ведерников. Новости ОТС.